Всем привет! Сегодня мы поговорим о летних лайфхаках. Я живу во Флориде в постоянном лете, поэтому у меня уже есть свои какие-то правила, хитрости для комфортного проживания в тепле. Вот поэтому я думаю, это видео будет актуально, так как у вас сейчас всех лето. Кстати, я снимаю видео и своей гардеробной, так как в основном мои вещи здесь. Ну и давайте начнем с нижнего белья, а точнее с бюстгальтеров. И когда я только сюда приехала, я все-таки не понимала, как можно подобрать белье, то, чтобы его не было видно под всеми этими короткими топами, майками, на бретельках, например, с открытыми плечами, платье, то есть столько всего. Летом, вы сами понимаете, мода совершенно другая, одежда совершенно другая. Поэтому я поняла, что мне нужен какой-то силиконовый бюстгальтер. Их миллионы существуют, я уверена, у девушек очень многих он есть. Я, кстати, купила тканевый, то есть он снаружи идет как ткань. Так, я его уже открыла, вот как он выглядит, видите, он тканевый. Мне он чем нравится, то, что тут нет никаких пленок. Тут просто прикрепил к груди, и когда вы уже закончили, то вы его снимаете. Все, ничего делать здесь не надо, то есть он очень удобный в использовании. Ну и правило здесь одно, нельзя такой бюстгальтер наносить на кожу, покрытую кремом. Так что кожа должна быть сухая после душа. Вот, мне он очень нравится, есть у нас, кстати, разные размеры, есть просто силиконовые, есть такие тканевые, есть даже кружевные. Поэтому это просто must have на лето. Далее, для тех, у кого грудь вообще небольшая, можно использовать вот такой вариант. Вот эти силиконовые подушечки, они не контактируют. То есть тут нет застежки, они поодиночке. То есть они не будут вместе. Но знаете, вот мне они не подошли, все-таки какой-то у них размер непонятный. Вот, но опять же, с ними очень удобно, если у вас небольшая грудь. На большую грудь я бы не советовала. Все-таки на большую грудь лучше с застежкой посредине. Так, далее. Я вот, честно, предпочитаю обычный бюстгальтер. Но, какой у меня есть секрет. Я купила вот такие сердечки. У меня есть такая коробочка со всеми шлейками. В общем, все, что нужно для лета. Вот у меня такие сердечки есть. Они вообще просто идеальны для лета. Сейчас покажу как. Вот вам пример. Смотрите, вот эта майка, она идет сзади вот так. И когда шлейки торчат по бокам, это очень некрасиво. Но, опять же, не хочется летом в жару одевать этот силиконовый бюстгальтер. Что я делаю? Я одеваю обычный бюстгальтер и это сердечко я использую в середине. И сюда мы шлейки заламываем. Я вам сейчас покажу картинку, как это будет выглядеть. Ну и наши старые добрые шлейки невидимые. Честно, они мне не очень нравятся. Их все равно видно. Но, опять же, кому нужно, можно, в принципе, использовать. Поэтому у меня такая, знаете, коробочка. Кстати, если не хотите терять свои шлейки, вот эти вот штучки. В общем, все, что у вас есть, например, на лето. Либо шлейки у вас отстегиваются. Очень удобно положить в коробку. Эта коробка, кстати, у меня от Ikea. У меня, кстати, три цвета. Бежевый, прозрачный и черный. Но я использую в основном прозрачный. А вот и еще один такой лайфхак. Must have для девушек. Можно, в принципе, этим пользоваться и летом, и зимой. Это скотч. Это подойдет для платьев с глубоким вырезом, для блузок. Вот вы видите пример. И, кстати, удобно пользоваться. Я уже использовала пару раз. Он двухсторонний. Сейчас вам покажу его. Так, ну и вот как он выглядит. То есть он уже липкий с нижней стороны. И когда вы его приклеили к телу, отрываете уже верхнюю часть. И он уже прилипает к вашей одежде. Так, а теперь поговорим про обувь. Я думаю, о таких стельках силиконовых прозрачных уже многие знают. Я их использую постоянно. Если покупаю новые туфли, смотрите, они прозрачные, их не видно. Ну и когда вы уже их оденете, то их вообще не будет видно ни на фотографиях. Ну и для чего они нужны? Чтобы ваша нога не выскальзывала. Потому что очень некрасиво это смотрится. Особенно в жару это может произойти. Либо когда очень высокий каблук. Поэтому я всегда наклеиваю на новые туфельки, босоножки, такие стельки. Они у меня всегда есть в запасе. Ну что насчет духов? Тяжелые духи, конечно же, не подойдут нам для лета. Поэтому я вот выбрала Дольче Габбана, императрица. Это классический, идеальный аромат для лета, я считаю. Ну и Шанель тоже, в принципе, неплохая. Но вот императрица, она более такая, знаете, легкая, цветочная. Но еще один есть вариант. Это спрей. Спрей для тела. Любой, который у вас есть. Вот у меня такой. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. У меня вишня. У меня есть такой чехол, представляете? Он очень красивый. Его можно использовать именно для спрея. Так что я вот его храню в таком чехле. Поэтому либо какие-то очень легкие духи, либо спрей для тела на лето. Также очень рекомендую пудру для тела. Как ей пользоваться, вы, наверное, знаете. Просто после душа похлопывающими движениями наносите на участки, где вы в основном потеете. И когда вы в жару будете на улице, то ваша майка не будет ни в каких пятнах неприятных. Это все-таки выглядит не очень опрятно. Поэтому пудра вас избавит от этого. Она, кстати, вкусно пахнет в основном. Ну, вся пудра, да. Поэтому все-таки рекомендую пользоваться пудрой, чтобы не было этих неприятных следов от пота. Также дезодорант лучше использовать такой, который не оставляет никаких следов на черной, либо белой одежде. Я нашла DAF. Он, кстати, приятно пахнет. Ну, есть также рексона у вас, да. От желтых пятен и от белых. Поэтому дезодорант выбирайте, чтобы он вам не испортил одежду и не оставил такие желтые неприятные следы на белой майке. Ну, либо белые на черной. Далее такой совет для тех, кто не загорает. В принципе, сейчас продаются во многих магазинах вот такие жидкие колготки. Я думаю, вы о них слышали. Это просто такой распылитель. Он имеет цвет. То есть ваши ноги будут не такие бледные. Но это вот для тех, кто не любит загорать. Есть разные оттенки. Вот у меня такой средний. Ну, это, конечно, не на каждый день, а вот именно на выход. Либо если у вас выпускное, у вас короткое платье, то почему бы не воспользоваться? Ноги станут на пару тонов темнее и выглядеть будет это очень красиво. А теперь действительно классный лайфхак, если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели просто потрясающе. Что вы делаете? Вы смешиваете любой ваш крем для тела. Абсолютно любой. Вот у меня такой. Я пользуюсь кокосовым маслом, но крем тоже есть. Мало ли. И вы смешиваете его с вашим бронзером. У меня жидкий бронзер. И после такого нанесения кожа на ваших ногах будет сиять. Потрясающий эффект. Например, опять же, под платье, выпускной, либо какой-то вечер. Просто любой хайлайтер, бронзер, что у вас есть в жидком виде, смешиваем с кремом. Это просто самый главный лайфхак для лета, для девушек. Насчет косметики. Если вы будете краситься летом в вашем отпуске, то вашими друзьями будут праймеры. Либо праймер под макияж. У меня вот такой от Benefit. И вот у меня такой праймер от Urban Decay под тени. Чтобы ваши тени не скатывались. Мне этот праймер очень важен, потому что, знаете, летом очень часто тушь отпечатывается на верху. И вот когда я им пользуюсь, то у меня тушь не отпечатывается. Поэтому очень рекомендую праймер такой. Кстати, кто едет куда-то в интересные путешествия, не обязательно брать подводную камеру, если у кого нет. Можно просто положить айфон вот в такую сумку специальную водонепроницаемую. То есть раньше были чехлы, а теперь появились сумки. Сюда можно, в принципе, и телефон, либо какие-то ключи, карточку. Ну, в общем, то, что вам надо, можно сюда положить. Косумочка. То есть она для всего. Она, кстати, со шнуром идет, но я ее использую именно вот для телефона. И, конечно, не забываем увлажнять нашу кожу. Особенно летом, после морей, после поездок кожа может быть очень сухая. Поэтому, вот, кстати, помимо кокосового масла, вот я использую тоже, особенно в поездках, в Johnson's Baby. Его просто легче перевозить. Мне все равно нравится кокосовое масло больше, но тоже неплохой вариант. Ну, и любой крем. В общем, что вам нравится больше. Так, и после загара, конечно же, у нас, кстати, всегда алоэ используют после загара, если вы обгорели. Так что тоже рекомендую. Ну, можно просто увлажнить, но если вы именно сгорели, то алоэ поможет очень даже хорошо. Так что всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое. Всем желаю хороших отпусков, хорошего лета. И уже с вами увидимся в следующем видео. Все, пока-пока.